Добрый день. На библейский портал Экзегет поступил следующий вопрос. Какая польза для общества от военного духовенства? — Хотелось бы сказать, что военное духовенство в первую очередь занимается самой, наверное, активной категорией наших граждан. Потому что это молодые ребята преимущественно мужского пола. Это в целом будущее нашей страны. И поэтому на этом уровне, начиная с 18 лет, то, что заложено будет в них, то даст результаты и в последующем. На примере простом. Военнослужащие, в отличие от студентов, которые в этом возрасте находятся в учебных заведениях, полностью освобождены от каких-либо бытовых проблем. То есть у них сознание настроено на обучение. Они усваивать должны по определению навыки. Вот те, которые необходимы для ведения, боя, выживания в экстремальных условиях. Но в том числе, вот здесь же и самый главный навык — оставаться человеком. Вот этот момент, он должен быть обязательно внедрен во всю систему подготовки военнослужащего. Потому что если ты просто будешь знать, как стрелять и убивать, а для чего это делать и когда этого делать нельзя, то есть будет убрана из этой системы подготовки вот эта нравственная составляющая, то это будет просто убийца. Мы должны понимать, что военнослужащие, особенно в этом возрасте, в подростковом, когда еще процесс созревания, они должны готовить не только себя в качестве защитников Отечества, но они должны готовить в себе вот эту нравственную платформу. Они должны понимать, что их дело — это не только оружие, но самое главное их дело — это служение своему Отечеству. И опираться они должны на нравственные принципы, на те незыблемые столпы, на которых государство вообще существовать может. Какие это столпы? Они простые и для всех религий, в принципе, едины. Мы должны поступать с ближним так, как бы хотели поступить, чтобы поступали с тобой. Мы должны учиться делиться с нашими близкими. Пусть они не всегда нам родные люди, но тем не менее армия объединяет, поэтому каждый военнослужащий является братом. Вот в этом есть особое значение. И военное духовенство, оно состоит не только из православных людей. Как я часто говорю, это государственная в целом организация, потому что представители традиционных религиозных конфессий входят в лице своих священнослужителей. Поэтому мусульмане готовят своих мусульман, имамы готовят мусульман, христианские священники православные готовят христиан, ламы готовят буддисты. Но задача для всех военных священников одна единая, чтобы вот здесь, на этом уровне, на уровне этого подросткового, юношеского сознания, из них сделать настоящих защитников Отечества и настоящую опору своего государства. Они, пройдя эту службу, которая очень быстрая, если они не остаются, дальше на контрактную основу не переходят, даже вот эта вот срочная служба, они уходят в жизнь, они занимают и государственные должности, и в бизнесе, в науке, образовании, везде. Но вот этот год останется в их памяти навсегда. И от того, что в него в течение этого года в их сознании было заложено, будет зависеть будущее нашей страны. И поэтому значение военного духовенства, оно важно не только для самих этих религиозных объединений, что само собой, но это общегосударственная задача, именно государственная в том плане, что здесь, на примере военной службы, окормления этих военнослужащих, представители традиционных религиозных объединений, все вот прямо объединяются вокруг одной задачи. Это является примером того, как мы, как религиозный фактор, не разъединяет, а может объединять вокруг одной цели, вокруг патриотического воспитания нашей молодежи и вокруг формирования и строительства нашего государства.